Добрый вечер, в эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Юлия Великодная и в этом выпуске. Подробности крупной аварии на федеральной трассе Колыма, версии произошедшего и рассказы очевидцев. Вынесен приговор по резонансному уголовному делу в Хангаласском районе. Мать погибшего от рук сына начальника отдела полиции Хангаласского района не согласна с решением суда. Профессор научного центра имени Блохина поделился опытом с якутскими хирургами. В онкологическом диспансере проведена операция по удалению опухоли в печени. Вся республика скорбит по погибшим в автокатастрофе на федеральной дороге Колыма. 11 декабря объявили днем траура. В пятницу поздним вечером на въезде в поселок Нижний Бестях автомобиль УАЗ столкнулся с КамАЗом лоб в лоб. В результате погибли 9 человек, в том числе двухлетний ребенок. Два пассажира УАЗа и водитель грузовой автомашины чудом остались в живых. Сейчас все они находятся в больнице Мегина Конгаласского района. Подробнее в материале Саргаланы Захаровой. Канун Нового года, конец рабочей недели. 10 человек с разных адресов Якутска садятся в междугороднее такси в предвкушении будущих выходных в кругу близких и родных людей. Наталья Охотинов после работы собиралась в родной поселок. Коллеги и сотрудники библиотеки для слепых сегодня вспоминают, что она впервые их не предупредила о предстоящей поездке. Активная, целеустремленная, полная жизни и планов на будущее – такое ее запомнили. Из своего желания помогать ближним она за короткие сроки выучила шрифт Брайля, переводила на него целые статьи и произведения. Чтобы больше краеведческого характера на якутском языке, чтобы книги вышли по системе Брайля, у нее это всегда стояло на первом месте. Чтобы больше наши читатели знали наших читателей республики. 10 декабря Егор Большаков, организатор популярных соревнований Хараян, должен был отметить свой 35-й день рождения. Перед тем заполученным вечером он приехал в Якутск, чтобы присмотреть себе машину. Его друзья рассказывают, он всегда отличался позитивом и жизнерадостностью, был патриотом своего родного Татинского Улуса. Таким человеком, организатором, хотел, вот, говорил всегда, хотел стать, шутя, главой Татинского Улуса был, хотел стать, говорил всегда. 8 декабря, около 9 часов вечера, недалеко от поселка Нижний Бестях, УАЗ пассажирами выезжает на встречную полосу, где в это время едет КамАЗ. Он возвращался с Татой после выполнения заказа по доставке груза. А силе удара лоб в лоб можно судить по искореженным авто. Сразу после столкновения УАЗ начал гореть. Видео с ДТП моментально распространилось по соцсетям, однако еще несколько часов вся республика с одраганием ожидала вести о состоянии здоровья участников происшествия. Вскоре появилась информация о двоих выживших. Их в срочном порядке госпитализировали в районную больницу Мегино-Кангаласского района, где они находятся до сих пор. Ближе к удовлетворительному. У них имеются переломы от нижних конечностей и разрывы связок. И это состояние вполне способны врачи. Центральная районная больница с ним справится. И они могут лежать и проходить соответствующее лечение. В тяжелом состоянии все еще остается водитель КамАЗа. Врачи сейчас решают вопросы транспортировки его в республиканскую больницу в Якутск. Он получил множественные переломы кости лица и тяжелую травму головы. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Осмотры транспортных средств и тел погибших, а также их опознание. Уже назначены необходимые экспертные исследования. Кроме того, проводятся допросы потерпевших и свидетелей дорожно-транспортного происшествия. Отметим, что уголовное дело передали в отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления республики. Также следственные органы обращаются ко всем очевидцам и тем, кто оказывал помощь пострадавшим на месте. Связаться с исследователем по телефону, указанному внизу экрана. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Марьяна Кутукова, НВК САХА, Якутск. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Марьяна Кутукова, НВК САХА, Якутск. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Марьяна Кутукова, НВК САХА, Якутск. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Марьяна Кутукова, НВК САХА, Якутск. Госавтоинспекция усиливает работу по выявлению теневых перевозчиков. Сегодня у поста ГИБДД по Вилюйскому тракту прошел очередной рейд. За выявлением нелегалов наблюдала наша съемочная группа. Проверки подвергаются практически все микроавтобусы, проезжающие вдоль поста. Инспектора уже с легкостью определяют потенциальных клиентов. Как правило, у таксистов стоят усиленные багажники. В первую очередь смотрят на документы, лицензию и путевой лист. А уже потом досматривают салон автомобиля и наличие ремней безопасности, тахографа и дополнительных сидений. Конструкция меняется в транспортной среде. Есть автомашины УАЗ, могут поднимать кузов, там ставят деревянные балки. Поэтому они могут... Там заводом из Голливилия так не предусмотрено. Они уже меняют конструкцию, поэтому может привести к более тяжким последствиям. Пока точно не ясно, из-за чего произошла пятничная трагедия. Но уже известно, что у этого водителя было установлено дополнительное сидение. Из-за чего вначале была неясность с пострадавшими. И только с начала года он получил десяток штрафов по разным нарушениям. И в том числе как раз таки правонарушения, за которые предусмотрено наказание в виде штрафа. И в то же время выносится требование о прекращении противоправных действий в виде установки сидений, которые в его случае не должны были там стоять. Он, по данным нашей госавтоинспекции, устранял эти. И соответственно штрафы у него были. Все это у нас зафиксировано. Ну сейчас, естественно, будет проверка. Все это будет перепроверено. И следствие будет разбираться. И дадут оценку, в том числе, всем действиям нашим. Между тем, своих коллег в тени недолюбливают и официальные перевозчики. Управление ГИБДД на постоянной основе идет регистрирование всех изменений кузова, в том числе установка багажников и ГБО. Ну из-за невнимательности, наверное, говорят же, что фары еще не работали у грузовика. И при обгоне в темноте, конечно, ничего не заметно. Ну как я видел по видео, возможно, уснул. Он же на левую сторону ушел. Значит, уснул. Значит, не спит перед дорогой, получается. Между тем, в случае чего, не дай бог, конечно, нелегал сможет полностью откреститься от пассажиров и никакой компенсации не будет. В настоящий момент ГИБДД готовит ряд новых предложений, которые на днях рассмотрят на правительственной комиссии по БДД. В частности, народный контроль. Это дисциплинирует водителей. В форме скрытого патрулирования мы работали. Но так как у нас эта сфера специфическая, скажем так, межрайонных перевозок, в основном ездят люди из населенных пунктов, скажем, далеких наслегов, сел, районов, то латентно это протекает. Не каждый, если даже заметит какое-то нарушение, не каждый обратится, позвонит в дежурную часть ГАИ, в дежурную часть РОВД. Поэтому мы планируем тут привлечь общественность, чтобы они информировали нас, чтобы мы принимали установленные законом уже рычаги, так скажем. Рейды проходят на регулярной основе, но, к сожалению, на все сотни тысяч километров дорог, пролегающих по республике, инспекторов не хватит. И сотрудники ГАИ обращаются к самим пассажирам быть более осторожными при выборе перевозчика. Виталий Абрамов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск. Мать погибшего от рук сына начальника отдела полиции Хангаласского района не согласна с решением суда. Вынесен приговор по резонансному уголовному делу. Напомним, в августе этого года подсудимый его девушка и погибший 32-летний Павел Калмыгин отдыхали на берегу реки Лена, недалеко от Покровска. В результате конфликта обвиняемый Олег Родионов нанес потерпевшему не менее 10 ударов металлическим предметом, половина из которых пришлась в голову. Последний вскоре от полученных травм скончался в больнице. Адвокат потерпевшей стороны ходатайствовал о переквалификации действий с умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на убийство. Но суд отклонил ходатайство. На время следствия Олег Родионов находился под домашним арестом из-за инвалидности. На основании должного вопроса ст. 304, 307, 309 ПК РФ суд приговорил признать Родионову Олегу Валентиновичу виновным в совершении преступления предусмотрено частью 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание с учетом ст. 62 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 8 или 6 месяцев решения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Новые рабочие места будут созданы в следующем году. А именно 5 тысяч якутян смогут трудоустроиться. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Алексей Дьячковский на встрече с журналистами. На сегодня утвержден план работы по году содействия занятости населения. Созданы 6 пилотных проектов. По словам зампреда правительства, только по пилотному проекту вахта планируют привлечь 3 тысячи безработных. По данным Департамента занятости, на сегодня желающих трудоустроиться более 9 тысяч человек. В целом наша задача, чтобы официально занятых людей было больше, чтобы вы понимаете, что где-то 260 миллиардов рублей это сегодня у нас фон оплаты труда по республике. И некоторая часть, конечно, она уходит за пределы республики. Это иностранная рабочая сила, рабочая сила, которая приходит из других субъектов Российской Федерации. Если мы большую часть, еще большую будем оставлять фон оплаты труда, это, во-первых, конечно, будет повышать доходы каждого человека, проживающего на территории республики, это прямой эффект. И второе, это, конечно, будет повышать потребительский спрос. То есть это и поддержка предпринимательства, но и все остальные мероприятия, которые связаны с этим. И последнее. В Якутском онкологическом диспансере провели операцию по удалению опухоли в печени. Под руководством доктора медицинских наук, ведущего научного сотрудника хирургического отделения научного центра имени Блохина Игоря Сагайдак. Профессор провел мастер-класс и ознакомил коллег с новой хирургической техникой. Отмечу, что операция на печени относится к разряду тяжелых. В Якутском онкодиспансере в год проводят около 2000 операций на органы грудной клетки, брюшной полости, малого таза, мягких тканей и молочных желез. Якутские онкологи проводят аналогичные операции и на печени, но не часто, так как пациенты приходят уже с множественными образованиями. Сегодня у нас уникальный случай. Приехал профессор, доктор медицинских наук Сагайдак Игорь Силович. Он работает в научном институте имени Блохина онкологическом. Мы делаем атипические резекции печени, левосторонние гемогипотектомии, но очень редко у нас делается. Это будет сегодня операция на правой доле печени, анатомическая резекция. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь в курсе событий с НВК САХ и САХ-24. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...